Хорошая новость, мы выходим на финишную прямую, это раз, а вторая скоро будет много про сексов, два. Бен Михайлович как-то обмолвился о том, что, ну, только молод, а он как-то совсем, понятно, как раз нарисовка для него, в той же самой больнице, я иду по коридору и слышу из соседней палаты нашего бокса. Ох, девочки, вы еще молодые, с ног как спеть можете. Задумался, силу бокса, ну, девочки, грущу, параллельно оставительно наступающей старости и невозможности все успеть, слезы наворачиваются прямо на дикс. Выходят девочки, я не сдержался, простите, а вы бы навещали дедушку ему сколько? Да это папа нашей подруги, ему 98, девочка будет 75, 77. Не зря я в больницу попал, не зря. Так что, это классно. Девочки, они еще нравы, если да. А, ну, а теперь, как и сбросать. Александр Цыбкин. Средний. Сексуальный. Вчера я солировала в него с трудной темой. Организаторы просили зажечь. Очень просили. Так просили, что я вполне рычичным не зажгу. Вспомнила историю двухтысячных. Про секс, разумеется. Как уже указано, при людях речь о нюности. Времени одинокого проживания в культурной столице. Оба этих фактора не оставляли ни выхода, и приходилось вести разгульный образ жизни. Иногда соскодил до разового киносекса. Займешь барышню домой смотреть документальные фильмы. А там как повезет. Оп-оп-оп, помню, как уже в зрелом возрасте знакомая жаловалась на новоявленного ухажера. Позвала домой смотреть кино. И начал, сука, смотреть кино. Так вот. Очередной заход в кассу кинотеатра. Ну, то есть, приглашение пойти погулять с последующим домашним просмотром. Самое сложное для порядочного человека, пытающегося беспорядочно поступить на первое свидание, это так пригласить в гости, чтобы не менее порядочная девушка, собирающаяся поступить, тем не менее, так же, как и я, оставалась чиста для этой молодей солнца. Играйдер по Станиславскому танцвену. В общем, гуляем по парку, и я ищу ненужную светотень для главного предложения. И тут неожиданно в меня стреляют первым. Четко, холодно. Пори, только на кино посмотрим. Я тут дисков новых накупила. Я хотела бы повторить частно слышанное мною, но только точно кино, я на ромах. Ну, выдержался. Просто лениво такой, ну, а сейчас, подойдите. Том и Джей. Приходит. Дома я не дашу телевизору. Начинаю смутно подотревать. И тут меня сгубили любопытство и жажда правды. Не помню формулировки, но смысл был такой. А чем вызван настолько прямолинейный интерес в моей перспорте? Рекомендацию даю. А в те времена по телевизору шла навязчивая реклама под мозгом «Рекомендацию улучшиться боковода». Ощутил тебя в пределах. Но это было не самое ужасное. Я, как хороший пионер, стал палиться насчет оправдания возглавных надежд. Кто меня рекомендовал, я не знаю. Ну, мерзкий ты, мужчина, в состоянии надо мне оболожаться. Поселилась там, где только что портали похотливые насекомые. И с каждой минуты бабочек, сука, было все меньше, а страха все больше. Еще один урок. В детстве я, как и все, периодически встал на поворотке и читал стихи. Получалось сложно, пока один раз мама не сказала «Сегодня в гости надо постараться». Актер все забыл, зарыдал прямо на сцене, и билеты зрителям пришлось вернуть. Но с горя всегда залез под праздничный стол, куда папа решил открыть внутренно шампанского, чтобы пробкой попасть в гости. Попал он прямо в мою тихо рыдающую жопу. У меня до сих пор себя жалуют. А все потому, что не надо было анонсировать мой успех. Скажу так. Стихи я тогда прочу лучше, чем из другого качества любовника, указанных выше обстоятельствами. Мост развелся не до конца, все время навалилось вести с раньше времени, и в итоге... Любые попытки повторного подъема приводили к картине несобранной урожаи. В такой ситуации остается шутить. А это, к счастью, я умею независимо от состояния. Жоп как никогда. Парышня обхахарно писала. Пару часов же добрали до стендапа, ой, как спасли ситуацию. Наконец, я собрался домой и, уходя, извинился. Прости, рекомендации не оправдал. Наоборот, как же... Оправдал на сесту. Я стал похож на красную бабочку-денок. В смысле? Ну, я так сказали, сет средний, но очень весело. А мне что-то так, что мы не хотели. Показалось, что папа снова выстрел и заняту шампаном. Я не задумывался о достоинстве поменять за средний секс. Дома это утро смотрел к ним. А ведь и счастливые утром и девушку. Никогда не знаешь, чего у тебя растяло. Самое забавное, что после публикации этого рассказа я получил в фейсбуке несколько сообщений от девушек «Александр, надеживайте секс и главное для мужчины». Жена сказала, что я обозорил ее на всю страну. И что у меня совсем другая репутация, но теперь поздно. Встретила свою подругу на чтениях. Мы не видели в парле. Она тогда собиралась разводиться из-за пьянства мужа. Не алкоголизма, а именно пьянства, ну и, соответственно, разгула. Как с мужем? Да разводимся. Так и не бросил? Не бросил. Вылечился? Чем? Уколной практикой йогой за Дерекой и Викториастом. В общем, разводитесь. Саня, знаешь, когда он хотя бы трезвел? Увеликую верить. Александр Снегирев мне кажется, после этого рассказывает многие из нас по-другому носит себя вести к ним. Мне хочется как-то сострить. Не надо. Но я... Да, что меня не было. У нас за другой печаль. Я всегда думал, я тоже смешной, а у меня, да, просто неудачно. Короткий рассказ. Называется «Кретья Невчонка». Жила в столице одна женщина. Она любила порядок. Если картина на стене накремилась, она обязательно управляла. Если кто-нибудь запанкуется на месте, выделенном для пожарных, она непременно призвала и сообщила. Она была такой педантичной, что от нее даже муж ушел. Бывало, только он рюмку выпит и закусить потянется, а она уже все управляет. «Может?» «Может?» «Это лучшее, что ли?» «Все, право». «Помыла» и друг друга обратно в холодильник. Вот он и ушел. Молодостная векства супруга высвободила силой грех, и женщина без остатка посвятила себя. Начала поправляться, исправляться и добиваться. Соседи даже заметно удалились приорвения, но польза была налицо, и пиком этой пользы стал новенький лип, который после десятка ее жалоб птицы и личного врачи повесили в доме вместо старого и спиры. Все принялись на липсикататься и давать женщину очно и заочно благодарить. Конечно, нормально. Ни мужика, ни деда, зато все для людей. Однажды вечером, когда наша героиня вошла в дом, она увидела ужасную картину. На стальной стенке были нацарапаны две нецензурные куклы из трех. Приятно встречать к урвения. Своими перекрестиями они перечеркнули ее смот в собственное смутное отражение. Неизвестного присутствия, видимо, что-то спугнуло, и он оставил свое гнусное творение незавершенное. не дойдет его. Не упорядочилось. Женщина нажала кнопку своего этажа и пока механизм осуществлял из шума плавный подъем, а на ключом царапал третью недостающую веку. я понимаю, что можно крупно на технике в данном этаже сделать большие слова. спасибо вам большое, друзья. Так, я хотел сказать перед нашим финальным аппаратом, что там в администраторах наши книжки продаются, где их подписывают, где сплата. я много говорил много про пичер, но не могу поделиться двумя зарисовками из Москвы. Знаете, есть такая программа Uber, тыкаешь, туда приезжает машина и пишется Сергей подъезжает, Ахмет подъезжает, и тут сейчас встает Ислам подъезжает. Очень так все время на комплекте сколько эзотерично. Я сажусь, прекрасный мужик, я уже смеюсь, я вас понимаю. Я недавно хасидор из музея Трераферса собирал. Вот у них лица-то были. Вот, такая зарисовка. Я опаздываю, офис у меня на преснец на надежный, не спасите. Это очень важная встреча, естественно, если важная встреча, я обязательно опаздываю, говорим под маршрут, никуда забиваю, но мне все очень плохо. Все в какую-то машину, машина рискует не доехать до точки. Как раз при выезде уже не у белого дома, я понимаю, что я опаздываю совсем, я прошу его немножко побыстрее. И он тапливает так, что мне кажется, задняя часть машины отвалится вместе со мной. Я сжимаюсь на кресло, меня не страшно, он поворачивается, сытя. Я говорю, да нет, не страшно. Я когда на сытя смотрю, мне всегда страшно. а я подозрил человек, и в ответ, в ответ петербургских таксистов, не взывая, сейчас я езжу в Петербург, взываю машину Санустов, и мы поедем по Яндексу, говорю, нет, вы знаете, в последнее время он бесконечно умшел. И потом даже на Несском, по-моему, как-нибудь фестиваль, поэтому все перекрыто, я говорю, добрызгай, пожалуйста, до Торцового моста, потому что там, скорее всего, трэш, и я пешком перейду. И говорю, извините, ради бога, а я правильно понимаю, что чисто, семантически, трэш микрофон для нашего фитара, для которого, в принципе, все здесь собрались, как мы понимаем. Сереж, иди. И не мой, не мой. Александр Маленков. Еще раз к вопросу о разменах. Я переехал в новую квартиру и обнаружил, что у меня маленькая кухня. Раньше я никогда особо не задумывался о том, важен ли для мужчины размер кухни. Но массовые культурные рассказы друзей нарезали мне стереотип. Кухня должна быть большой. Герои кинофильмов обитают в обширных кухнях. Они ходят пешком от холодильника к столу. Друзья заделываются палец, у кого 15 метров, у кого 20. У меня только 7. Может ли мужчина вести полноценную жизнь на 7-метровой кухне? Я стал комплексовать. Я боялся приглашать туда гостей. Все равно после того случая, когда Ира засмеялась и сказала «Боже, какая она маленькая! Боже вы не встречались!» Я старался сразу везти девушу в гостиную, пригласил их туда под нос и с едой. Я тягивал знакомства в свои кухни, как мокну, рано или поздно все они говорили «Пойдем посидим на кухне!» Мы ведь уже давно знакомы! После этого кто-то пытался скрыть разочарование, кто-то делал вид, что ничего не происходит, но я-то, я все чувствовал! Какой размер кухни является нормальным? Задавал я вопрос специалистам. «Ох, говорили, что в принципе нормы-то таковой нету!» Дело не в размере, а в удобстве планировки. Кто-то утешал меня историями о счастливой жизни и восьмиметровках. Знаете, это звучало как-то с надрывом, как в рассказах об инвалидах, но вопреки всему не потерявших бедность себя и умения радоваться жизни. То есть это преподносилось как исключение, почти как подвиг, но у меня-то даже не восемь, а семь. Нет, ну так же нельзя ли, что нужно бороться? И одев страх перед амщитекторами, я стал интересоваться. Нельзя ли искусственным увеличить раздраженность? Мне сказали, что если причина моего недовольства носит психологический характер, то можно попробовать увеличить площадь кухни висуально. То есть повесить цветкова, обставить ее более узкой бибелью, заменить стол, банк нестойкий, но это же самобман спецалка. Она так и оставится семиметровой, любой разговор о площадях будет портить мне настроение. Я никогда не умел себя обманывать. Тогда, сказали архитекторы, остается радикальное средство. Перепланировка. Есть специальные сложные операции от вырубки мусоропровода до объединения кухни с комнатой. Некоторые так делают ничего, живут. Конечно, гарантию сверху никто не дашь. В процессе операции могут возникнуть осложнения, например, если стена несущая. А чтобы это узнать, нужна справка из ПТИ. И вообще, нужно собрать массу разрешений. И даже если все получится, совсем не факт, что архитектурная комиссия не заставит переносить стенку обратно. Законы отменяются каждый год. Да и за комнату-то страшно. Останется она полноценной после такой перепланировки. Я представил себе ремонт. Я не моношу, пида, ремонт. Осколки, пыльки, мешки с цементом. Рабочие в грязных комбинзонах лупят кувалдой по стенке моей кухни. Меня чуть не вырвало. Я помню, что я никогда на это не отваживаюсь. Никогда. Отчаяние постепенно переросло в тупое равнодушие. Мне трудно об этом писать. Я, молодой, здоровый мужчина, просто вычеркнул тему кухни из своей жизни. Решил, что могу обходиться вообще без кухни. В конце концов, это не главная жизнь. Остаются книги, музыка. Любимая работа. Я перестал приглашать гостей и сам старался есть не дома. Ну, конечно, круг моих знакомых сузился, я все больше замыкался в себе. Ну, утешение, как это часто бывает, я нашел в одни бутылки. Ну, алкоголь помогал отключиться, ну, не думать о кухне. Порой в похмельной бессоннице я метался по сырым простыням, дерзаемые фантомами, с фантомами. Я видел себя на просторной кухне в окружении людей. Мы сидели за большим столом, смеялись. я говорил, подождите, я принесу еще сыру. Вставал и шел в другой конец большому холодильнику. Потом я просыпался в слезах, брел на свою поросшую семиметровую, включал свет, оглядывался и приговаривал, боже, ну почему я? Жить не хотелось. Меня спасла Катя. Я сидел дома и как обычно лазил по сайтам дешевых столовых самообслуживания. Как вдруг расстался столов в дверь. На пороге стояла невысокая, чуть полноватая брюнетка с добрым лицом. Простите, сказала она. Я дизайнер интерьеров, делаю ремонт в квартире над вами. Можете посмотреть в вашу кухню на тридцать, протече сверху? нет. Нет. Насколько у меня не надо. Не надо, братья, не надо, пожалуйста. Туда не... Не волнуйтесь, так. Я на секунду поднулась, она и не церемония, и стремилась туда, прямо туда, туда. Сгорая от стыда, я стоял в коридоре, готовясь услышать ее ироничные замечания. И то, что я услышал, меня поразило. Какая симпатичная у вас кухонька донеслось до меня. И вид приятный из окна. Привратся к ней мешал. Вы что, один живете? Ну, она же, выдавил я, она же маленькая. Ну, и что? Рассмеялся она. Разве это главное? Мы познакомились и разговорились. Потом Катя зашла еще раз, как-то так получилось, что мы снова оказались на кухне. Я предложил ей чай, она согласилась. Я не мог в это поверить, мы сидели на моей кухне и ей чай. Очень быстро Катя убедила меня, что в кухне главное не размер, а умение с ней обращаться. И она умела обращаться с моей кухней. Оказалось, что у меня можно и готовить, и просто сидеть, и самое главное получать это удовольствие. Вскоре мы поженились. Да, Катя повидала на своем пеку много кухонь, но я не в нее, это же ее оплата. как продуманно она расставила мебель, как ловко она умеет доставать пирог из духовки, не стукаясь головой, а подоконник. Их главные главные присчастливы, я многое понял. Во-первых, самая важная в жизни вообще, и с кухней в частности, принимать ее в такой, какая она есть. Во-вторых, помочь мужчине в обретении и гармонии может только любовь к женщине. И в-третьих, это мой маленький секрет. Если отодрать весь плинтус, можно реально добавить площадь кухни около полуметра. Спасибо.